Микс Ньюс Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком Всем доброе утро Меня зовут Инна Авина Я главный редактор журналов Люблю и Люблю Лайф Доброе утро дорогие радиослушатели Прекрасный сегодня день И у меня в гостях Замечательный мужчина Фотограф Алла Лобковский Доброе утро И поскольку сегодня в Латвии День теней То у меня в гостях моя тень Марта Вердена Семиклассница 40-й Рижской школы Так что этот эфир у нас будет На двоих, на троих Марта присоединяйся по ходу разговора Алла Значит Давай вот с чего начнем Я познакомилась с тобою Благодаря Фейсбуку Соцсети Это не только зло Но иногда и большое добро Потому что мы там встречаем Классных людей С которыми потом начинаем Сотрудничать Общаться Дружить И так далее Меня привлек один проект Который ты запустил Которым пригласил Участвовать людей Скажем Необычный проект Очень несвойственный Нашим дням Хочу, чтобы ты сам О нем рассказал Почему у тебя возникла Такая мысль И что это за проект И как он продвигается Да, это проект Он называется Unshared По-русски это, наверное, будет правильно перевести Как Неразделенное Красиво это выбрал Поэтическое слово Да, неразделенное Да, неразделенное И он О социальных сетях О том Как мы ими пользуемся И что они нам дают Просто два года назад уже Почти три года назад Я снял Свой такой первый большой проект Который назывался Disconnecting Connection О социальных сетях О том, как люди Исчезают в них И становятся Полупрозрачными Скажем так В реальной жизни И он Очень хорошо так Разошелся По тем же социальным сетям Да, я видела снимки Очень интересные Да, вот я его снял И когда я увидел Что действительно Отклик очень хороший Я подумал, что стоит снимать Что-то новое Именно на ту же тему И вот этот новый Проект Unshared Он намного серьезнее Он намного тяжелее Чем тот Потому что тот был Ну Интересные, красивые фотографии Да Тема серьезная Но этот Он более такой Художественно-документальный И что я в нем сделал Я Попросил людей Рассказать О своих негативных эмоциях И о тех эмоциях Которыми они не делятся В социальных сетях Потому что По какой-то причине Есть такое негласное правило Да В социальных сетях Мы делимся Только позитивчиком В большинстве случаев В большинстве случаев Наверное То есть мы создаем Такой определенный Альтер-эго Себя успешного Замечательного И Большинство людей Даже, наверное, Боятся сказать Что-то нехорошее О себе Или поделиться Какой-то Негативной эмоцией Или рассказать О проблемах Боясь Что они будут Не поняты И мне показалось Что в принципе Вот этот такой Ком Не то что лжи Но неправды Он создает Очень много проблем Может быть умолчания Ну это умолчание Но при этом Это умолчание Мне кажется Оно добавляет Достаточно много проблем В реальную жизнь Потому что Действительно Когда люди проходят Через какой-то сложный Период своей жизни Они Наверное даже Не понимают Как себя вести Потому что Вот если ты находишься Например в депрессии Да Ты открываешь Инстаграм Или Фейсбук И видишь Что все твои Там знакомые друзья Кушают в замечательных Ресторанах Где-нибудь Отдыхают На пляжах Да На концерты ходят И тебе кажется Что ты один такой Потому что Ты уже в депрессии Ты уже неадекватно Относишься к жизни А плюс еще Вот это Подпитывается Вот этим позитивом Постоянным Хотя конечно Головой ты понимаешь Что у них тоже есть проблемы Но они ими не делятся И тебе кажется Что ты такой вообще Один остался У которого все плохо Вот понимаешь Ты говоришь Вот ты вроде головой понимаешь Что у них наверное тоже есть Хороший вопрос А все ли понимают Что тоже есть Я думаю все понимают Просто все равно Когда ты уже Перешел в какую-то черту И вошел в какую-то Депрессивную стадию Там уже сложно Там уже ты действительно Не отдаешь себе Отчет в своем поведении И вот как раз таки Социальные сети Мне кажется Они подпитывают Ты хорошо сказал Что тогда Если человек Не в позитивчике Не в ресторане Не в путешествии Не на концерте А вот что-то В его жизни идет не так Он пропадает Он пропадает Он пропадает Из соцсети Потому что как будто бы Ему нечего сказать Я когда описывал этот проект Как раз для участников Потенциальных Я так и написал Что да Мы выставляем Выставляем А потом если что-то случилось Если мы чувствуем Хуже себя чем обычно Мы действительно Просто ничего не ставим И пропадаем Из этих соцсетей Ну вот я попросил людей Рассказать мне Когда в последний раз Они плакали По какой причине Ну и где И что мы сейчас делаем Мы снимаем Как раз пытаемся Скажем так Восстановить Эту атмосферу Я приезжаю к человеку Например Человек рассказывает Что там Последний раз Я плакал за столом Потому что любимый Не пришел У меня там Накрыто на двоих А я сижу одна Одна И вот он не пришел Он не пришел И мы приезжаем К человеку домой Я выставляю свет Ставлю камеру Человек садится И начинает плакать Честно Очень сложно снимать Потому что Когда ты находишься Наедине с человеком И ты знаешь Почему он плачет А люди действительно Многие плакали По-настоящему Это тяжело Я даже Я снял первые три картинки Потом месяц Зал перерыва Потому что просто Морально было тяжело Это снимать Сейчас продолжим Сейчас снято Шесть картинок И планирую еще То есть я хочу Где-то 20 снять И в принципе Людей очень много Которые согласились Рассказали свои истории Вот Ну и там В художественном плане Там интересное Такое решение В каждой картинке То есть есть человек Который плачет Рядом с ним Лежит телефон На котором Слайд-шоу идет Его как раз таки В позитиве То есть там На каждой картинке Есть Лежит Телефон С экраном И на экране Идет слайд-шоу То есть если посмотреть В интернете Где я выкладываю Там это видно И плюс В будущем Если я буду делать Какую-то большую выставку Я планировал сделать Именно такой Интерактивные принты То есть это будут Очень большого формата Принты на стенах И там где телефон Будет принт вырезан Снизу подложен Экран И на этом экране Будет вот этот человек В позитиве То есть его картинки Которые он постит В инстаграм Которые, да Это его личная картинка Постоянно Вот я Концерты, рестораны То, о чем мы поговорили С тобой Примерочные платьишки Все здорово И на самом деле Вот эти ее слезы Той девушки У которой в жизни Была такая история Не всегда девушки Плачут и не только девушки Вот И да То есть для зрителя Извини, ты сказал Что у тебя сейчас Есть шесть героев Шесть картин Шесть героев Первый я И пять девушек На данный момент Но у меня Ну ты смелый человек Я понимаю Ты все-таки художник А есть мужчины Которые пришли к тебе И признали Что было так и так Конечно Я вообще не вижу В этом проблемы Мне кажется Мужчинам надо Больше признаваться Потому что Проблемы у всех есть И случаи в жизни Бывают совершенно разные И ты никогда не знаешь Как ты себя поведешь Поэтому здесь Здесь вообще ничего страшного нет Потому что опять же Эта история Она все-таки Не о проблемах Она именно о том Как мы воспринимаем Социальные сети И что они нам навязывают То есть модель поведения Которая навязывается С помощью социальных сетей Для меня здесь важно В этом проекте Это именно вот это Чтобы был диалог Чтобы было обсуждение Чтобы мы могли понять И поговорить об этом Что действительно Может быть это неправильно Что мы только Выкладываем позитивчик А сети действительно Они навязывают Потому что если А чувства тем временем В жизни мы испытываем Очень разные Разные, да То есть это очень-очень-очень Такой Мне кажется Негативный фактор Именно вот Та модель поведения Которая навязывается Но главное Что она не навязывается Там не сидит Какой-нибудь владелец Инстаграма И говорит Делайте это Нет Это вот это негласное правило Которое вдруг Почему-то возникло А как ты думаешь Почему? Это феномен, да? Он существует Но Но всем хочется Быть лучше Чем мы на самом деле Мне кажется А это как раз-таки Тот способ Который самый простой То есть если раньше Нужно было там За последние деньги Купить какое-то Какое-то платье Там я не знаю Или костюм Выйти по улице Сейчас намного легче Ну да Или произвести впечатление Подъехав на супермашине Ну да Это очень дорого Да Сейчас можно сфотографироваться На фоне машины чужой И выложить в сети Собственно И как бы Вроде бы Восприятие И вроде как жизнь удалась Поведи проверь Мое, не мое И так далее Да То есть это вот это Все вместе накладывается Накладывается И Такая ярмарка тщеславия Которая Ну смотри Эта воронка нас закручивает Ну да На самом деле Соцсети Они Да Мы начали разговоры Сегодняшний с того Что я сказала Что они не только зло Но и добро С другой стороны Мы понимаем Что есть вот эта вот Составляющая зла в них Например В том Что они Ну что Они лакируют жизнь Они искажают жизнь Я бы не назвал это злом Конечно Потому что Ну это просто часть нашей жизни Там зла особо такого нету Если только не брать Какие-то экстремальные случаи Да Потому что Как знать Есть очень много вещей Которые совсем ужасные В соцсетях Это зло То что я пытаюсь описать Первый проект Второй Там сейчас Третий начал публиковать Но это просто С моей стороны Такой призыв к диалогу То есть обсуждать Да Я очень стараюсь Избегать вот этих слов И вот с тем же Дисконнектинг коннекшен Когда я его снял Когда он разошелся Там на данный момент По-моему Четыре миллиона уже Огромное Да-да-да Просто супер Ходит по всем По всем континентам Постоянно всплывают Это какие-то В данный момент Человек вам что-то Говорит А вы в телефоне Читаете И параллельно Слушаете Вы полопрозрачно Для этого человека Потому что Вы не там Не здесь Я очень пытался Аккуратненько Показать это То есть не так Что вы там Потому что часто В интернет заходишь Куча карикатур Сейчас по поводу Как раз таки Их много Обнимающиеся люди Которые смотрят В экраны Они в основном Такие очень негативные Немножко Вот как раз таки Злые Они злые Эти шаржи Вот это я пытался Избегать И вот И снова С этим Саншайд проектом То же самое То есть Да, человек плачет Но это совершенно Естественное Состояние Для любого человека И плакать надо Это просто Нормально Так должно быть Поэтому Я стараюсь снимать Тоже Кадр строить Свет ставить так Чтобы Они были Достаточно темные Картинки Но все равно В них был бы Какой-то такой Светлая составляющая Тоже Чтобы люди Ну не подходили И впадали в депрессию О, все плачут Все ужасно Мы все умрем Да, и вот этот вот Темный свет Как будто еще нагнетает Да, да А все-таки Оставлять какие-то Акценты световые Чтобы вот В принципе Да, мы здесь рассказываем Историю Давайте поговорим И все То есть Никаких там Точек я не ставлю И не говорю Что да Вот это точно плохо Это точно хорошо Скажи А люди приходят К тебе И становятся в кадр Они же Наверное Волнуются Конечно Это не просто съемка Как вот Алла Я приду к тебе Сфотографируй Мне пожалуйста Мне нужен деловой портрет Мне нужен портрет Чтобы мужа порадовать Мне нужно Что-нибудь там Для инстаграма Это тяжелая Психологическая работа Это На мой взгляд Сродни посещению Психотерапевта Может быть Священника В зависимости от того Ну что человек С чем Идет к тебе Правильно? Это очень обоюдно Потому что для меня Это так же Как процесс Какой-то терапевтический У меня такое чувство Складывается у вас На площадке Поэтому он очень И сложный Но в принципе Те люди которые соглашаются Как я понимаю Они готовы изначально Потому что Сказать да Во-первых сказать публично Да я плачу И у меня есть проблемы Это большой шаг уже Да А потом в принципе Так как мы пытаемся Переиграть То что уже случилось Это больше как Такой театр определенный То есть человек Он рассказал мне Он плюс Не только мне рассказал Там еще большая часть проекта Что каждый участник Он пишет текст Да-да-да У тебя фотографии Сопровождаются рассказами Да Там рассказ именно лично Вот человек Почему я плачу По какой причине И тогда Что тогда было со мной Ну в тот период Или еще То есть это все равно Немножко как театр И в принципе Из тех шести картинок Четверо заплакали Ну по-настоящему Двое Мы использовали и лук И капли для глаз И они все равно заплакали Но был вот процесс Чтобы заплакать Так по-настоящему Было сложно То есть естественно Я совершенно понимаю Что это очень сложно Потому что Сложно заплакать? Конечно Перед камерой особенно Вот мы с тобой поговорим Пару минут Я думаю Что я могу заплакать Я свет еще не поставил Ну хорошо Может быть Это эмоциональность И человека Зависит или от чего Ну Я у тебя стою в очереди Очень хочу Принять участие В этом проекте Мне кажется Он очень искренен И очень крут Потому что Он показывает то О чем все Предпочитают знать Но не говорить Это вот то С чего мы опять-таки Начали наш сегодняшний разговор Да Очень многие вещи Остаются за кадром жизни Но на самом деле Они искажают реальность А когда вот Ты начинал Все это делать Ты сознательно Начал с себя То есть Это был такой шаг Сказать Ребята Это не страшно Да Я естественно Да Я начал говорить об этом То есть Я написал Такой мриф О проекте Разослал некоторым Знакомым И кто-то согласился Но я понял Что если я хочу Найти Много людей Мне нужно Дать пример Поэтому я снял Сначала себя И я писал Искренне Те проблемы Через которые я прохожу Нас слушают люди Которые может быть Незнакомы с проектом Но захотят Зайти в фейсбук Посмотреть А расскажи свою историю О чем ты снял себя Я снял Ну раз уж ты это снял Ты сможешь это повторить У меня Просто последние два года Достаточно сложный Скажем Финансовый Период Я Работаю фотографом Уже почти 20 лет Я начал в Лондоне Больше 10 лет там Потом Германия Потом Питер Потом здесь Но какой-то период Был достаточно долгий Когда я занимался Фотографией Больше как арт Фотографией То есть для выставок И для всяких Как раз таки Там конкурсов Зарабатывал С помощью Постпродакшн То есть фотошоп Я делал очень много Всяких рекламных работ Для Логично Искусство для души Не то чтобы для души Ремесло для заработка Я продолжал делать И рекламные работы И заказы Как фотограф Но основной доход Был От От постпродакшн И просто В какой-то момент Это все немножко Сошло на нет По причине Что индустрия Меняется И Оказавшись здесь Где В принципе Рынок очень Ограниченный В Латвии Я как-то так В какой-то момент Пропустил Что Все мои большие клиенты В Париже В Лондоне В Нью-Йорке А вдруг Напишет Что мы больше К сожалению Не будем пользоваться Вашими услугами И так Казалось Что Ну так За 3-4 месяца Потерял 90% дохода И вдруг Стало сложно Стоп Секундочку Тут мы подвесим интригу Потому что Реклама закончилась Не вся А у нас на радио Реклама все-таки есть И давай мы ее Пропустим Пусть она Отработает Своё славное дело И мы вернемся К разговору Буквально через пару минут Микс Ньюз Всем еще раз Здравствуйте В эфире я Инна Айвина Главный редактор Журнала Люблю и Люблю Лайв И сегодня у меня В гостях Алла Лапковская Алл привет Еще раз Фотограф Автор Удивительных Проектов Которые Показывают Нашу реальность С другой стороны И Марта Вердена Школьница Ученица 7 класса 40 школы Которая Работает Сегодня Моей тенью Потому что В Риге День теней Итак Мы заново Вернулись в эфир Алла Мы остановились на том Что ты Рассказывал О себе В твоем Проекте Показывающем Человека С неоглянцевой стороны В какой-то Сложный период Своей жизни И ты Дабы показать Людям То что Это Не страшно Не смертельно И даже Признавшись в том Что да я плачу И показав себя В слезах Можно жить дальше Да конечно Можно и нужно И Даже после этого Легче становится Вот И плюс Люди Немножко по-другому Начинают смотреть На тебя же Потому что Опять же Те же социальные сети Например Если посмотреть На моей страничке В инстаграме В фейсбуке Для многих Режан Покажется Что Я очень активно Очень много снимаю Коммерции И ко мне попасть Вообще невозможно На съемку Например Есть такое ощущение Потому что я постоянно Выкладываю Какие-то новые картинки Да Но вот После того Как я опубликовал Свою историю Люди Я вижу Начали постепенно Так думать Что А давай мы просто Закажем съемку Чтобы помочь Например Да Чтобы Знаешь Я тебе так хочу сказать Чисто коммерческий Да-да-да Отзывы Которые Я слышала О Но Когда человек Публикует Такие фото Крутые Это очень дорого Но что Я буду писать Или звонить Это же понятно Что до человека Не достучаться Не дописаться С этим я пытаюсь Справиться Это параллельная реальность Это не имеет Ко мне отношения Знаешь Вот С одной стороны Я понимаю Очень хорошо И круто Вот ты говоришь Я 20 лет фотограф Работать на имя У тебя безусловно Есть имя С другой стороны Начинается тот момент Когда имя работает На себя На тебя уже Да Но Всегда ли это тот эффект Которого Мы хотим достичь Нет Ну имя должно работать Обязательно Да В принципе Сейчас на меня работает Больше конечно На западе Где я периодически летаю Снимаю какие-то съемки А вот скажи пожалуйста Да-да-да Вот Если мы начали Гореть о разных Жанровых съемках То Вот ты рассказывал О том Что ты снимал Искусство Скажем Для души А постпродакшн Для ремесла Да-да-да Я начал снимать Интерьеры Я снимал А это было еще До того Как все начали этим заниматься В рекламу Снимал какие-то небольшие И пару больших Проектах рекламных Но потом в принципе В какой-то момент Полностью ушел Вот постпродакшн И снимал только Только арт Для себя Вот какие-то такие проекты Которые Больше для выставок Вот Сейчас Сейчас я вот работаю Как раз сейчас в Риге Пока мы здесь Я делаю как раз таки Новое совершенно портфолио Больше портретное такое Вот сейчас постоянно Выкладываю на том же Фейсбуке Да Серию так называемых Environmental Portraits Это портреты в среде То есть это не просто портрет Крупное лицо Это портрет Который Рассказывает о человеке И то чем он занимается Или где он живет То есть это больше так как бы Человек в интерьере То есть вот я сейчас этим занимаюсь Потому что многие журналы Как раз таки Публикуют часто такие истории И я решил что Может быть стоит Ну вот портреты лайфстайл Такого вот направления Такое я не снимаю Такое не снимаешь Нет Ну я совершенно даю себе отчет Что я темный фотограф Я не снимаю свадьбы Классное определение Я темный фотограф Нет Ну это надо Надо как бы сразу поставить точки Потому что Будет просто нечестно По отношению к клиенту Соглашаться на свадьбу Приходить При том что Я живу с Катей Моей Мы уже вместе 19 лет У нас 2 детей Мы не расписаны То есть будет достаточно странно А припред Без свадьбы Приходить на свадьбу И говорить Что давайте я вам сниму Красивую свадьбу Видите название нашего журнала Люблю Да Расскажи пожалуйста О своей необычной семье И прекрасной Кате Как так получилось Это замечательная семья Замечательная Катя И замечательная дочь А вы вдвоем Или у вас еще есть Какое-то счастливое продолжение Вашей семьи У нас двое детей А у вас двое детей Да Катя Лукьян Сын почти 11 И Матильда Дочка Какие классные имена У детей А кто выбирал Такие классные имена Я все жду Когда Там через много лет Будет какая-нибудь компания Лукьян и Матильда Мне кажется Она звучит просто идеально Потрясающе Да Согласна По производству не знаю чего Но вот обязательно Лукьян и Матильда Должны быть Имена Было смешно Потому что Когда мы ждали Лукьяна 11 лет назад Мы решили не узнавать Кто будет Мальчик или девочка И когда думали Какие имена Придумали только Лукьян То есть Если бы была бы девочка Имен не было Прошло 10 лет Мы ждем Матильду Тоже имен девочек нет Мы уже знали Что будет девочка Но в какой-то момент Все-таки Что-то там Роул дал Там все вот Все про Матильду Вот это Сработало для нас Поэтому Твоя жена Кто по профессии Она фотограф Прекрасно И как вы уживаетесь Все эти годы вместе Замечательно Были сложные моменты Ну сложные моменты В плане того Что поговорить не с чем Приходишь домой Это опять ведь станки Мы как бы да В какой-то момент Друг поняли Что мы постоянно Только обсуждаем это И начали учиться Отвлекаться Потому что действительно Постоянно Постоянно Присыпаешься Ты послал туда Нагнай этот конкурс А ты сняла это А ты туда Отослала Что-то Это вечное Скажи пожалуйста А у вас служебный роман Может быть был Ну как бы Фотографы Это не служба Все-таки Ну Профессиональные В принципе Да Это можно Кстати так назвать Потому что Когда мы познакомились В Лондоне Мы вдвоем Были заинтересованы То есть мы только начинали Независимо друг от друга То есть я пытался Что-то снимать И Катя уже тогда Закончила курсы фотографии То есть она была Более Продвинутая И потом она Мне помогла И организовала Учебу в Москве Я улетел из Лондона В Москву Отучился В Академии фотографии Там полгода И вернулся опять В Лондон А скажи пожалуйста А Катя из Рики Или Нет-нет Катя сама Из Питера Но она С 93-го года В Англии Жила То есть она такая То есть вы такие Британские Русские Ну она В тот момент Была больше Британская Потому что Я по-моему Был первый у нее Кто на русском языке Общался с ней Потому что Она закончила колледж Потом университет И у нее Практически не было Русскоязычных знакомых На тот момент И я Я и Пол Дагуфпилса Появилась потом В ее жизни В ее жизни Так она расширила Свою географию Благодаря Встрече В любви Скажи пожалуйста Вот еще Все что касается Ну Света и тьмы Я поняла Ты темный фотограф Как ты сказал Окей Но твои проекты Они все равно Пронизаны Такой вот Очень Большой нежностью Я смотрю на эти фотографии Особенно в том проекте Где вот эти вот Прозрачные фигуры Находятся рядом С реальными людьми И я вижу там Очень много любви И я вижу там Очень много Тепла и поддержки В каждом этом снимке Несмотря на то Что как ты сказал Тема была Ну не самая простая Да И вроде как И негатив Но мне эти фотографии Скорее видятся Выходом Или Такой Возможностью Поверить в то Что я не один И что бы со мной Не происходило Да Как бы там Не складывались Тяжелые обстоятельства Всегда есть что-то На что я могу Опереться Положиться И что меня спасет Вопрос такой Что в твоей жизни Является Такой опорой На что ты Ты опираешься Как ты переживаешь Тяжелые времена Ты идешь К кому-то Или ты наоборот Уползаешь В норку И просишь Там меня полгода Не трогать Там Или хотя бы два дня А по-разному Если честно Как Ну Семья Катя Да Это первое Как раз таки Последние полгода Были очень-очень тяжелые И я в первый раз Признался сам себе Что да И депрессия существует Да То есть это та вещь Которая Когда у тебя все хорошо Я даже кстати вот заметил Когда я выставил Последнюю по-моему Фотографию из Unchart Там было два комментатора Которые достаточно Всех пытались убедить Под фотографией О том что Это чего Ерунда какая Сидеть плакать Да боже мой Не пришел У тебя потолкодина Да Я посмотрел профили людей Ну как бы да Видно что достаточно успешные Да Но я всегда думаю Блин Вот ты успешный Но кирпичи падают Машины быстро ездят Болезни приходят Коронавирусы берутся Неоткуда Финансовые кризисы И ты вдруг окажешься Таким же плачущим Побольше эмпатии Да Потому что Мне это как бы окей Я фотограф Но там человек живой Который согласился снимать Да Вот это такая была небольшая Открыл сердце душу Да И когда пишут Такие немножко Необдуманные И жесткие комментарии Это конечно неприятно Да Я всегда пытаюсь Смягчить вот это все С помощью как бы языка фотографии Конечно Ну да Для меня эмпатия очень важна Я совершенно понимаю Стараюсь понимать всех людей В плане того Что да Мы проходим Мы никогда не знаем Через что проходит сосед Как бы сейчас Вот-вот-вот Он может ходить По лестничной клетке Не здороваться Ты думаешь Что-то козел не здоровается Да Ты же не знаешь А потом окажется Что у него там Двое детей раком болеют И он просто Ну ему не до этого Он до такой Ему тяжело То есть я всегда пытаюсь Вот это вот себе напоминать Что блин Ну вот Ты не знаешь Ты знаешь У меня есть такой вот тоже Не всем понятный момент Я никогда не ругаю Когда я за рулем Людей Которые Что-то делают Странное на дороге Знаешь Вот есть такая привычка Автомобилиста Когда кто-то там Подрезал Или какая-то Чудесная блондинка Сказала я Сама блондинка За рулем Что творит Что-то невероятное Я всегда думаю В этот момент Я не знаю Что с человеком Почему он так себя ведет Может быть Он едет к маме В больницу С которой что-то случилось Да И кричать при этом Там Ты такая Секая Там Тупая коза Куда же А может У нее почечная колика И она еле сидит За этим рулем Конечно С одной стороны Да Конечно Может человек Висеть в телефоне Там еще Но мы и этого не знаем Почему он в телефоне То есть проще всего Навесить какие-то ярлыки Сказать раздражительно Что все козлы Все там такие Мне надо добрее быть Кто его знает Что на той стороне Это то Про что в том числе И твой проект Чего мы совершенно не знаем То что мы не знаем Да То есть вот это как раз таки Вот есть телефон Вот мы смотрим Все замечательно А потом бац И там кто-то пишет Самоубийство Например Сколько таких историй И потом все начинают обсуждать На той же странице О действительно Последние три поста Были немножко грустные Как бы не заметили И вот даже такие вещи Достаточно экстремальные Или вот последний раз Человек сменил фотку профиля А почему например Он вдруг поставил Что-то такое странное Да А потом выясняется Через какое-то время Что у человека В тот момент Такое в жизни происходило Что ничего нет странного В том что он в принципе Убрал все фотки Например Ну в этом и дело То есть опять же Эти социальные сети Мне кажется Вот они вот Что они делают Это вот Заменяют реальное общение Правдивое Настоящее общение Потому что Я даже Вот сейчас Ну я социальными Сетями пользуюсь Только Для Ну для профессии Профессиональной Да То есть я перестал писать что-то Я перестал делиться там что-то Я удалил даже Многих знакомых И друзей Но я их не удалил Я просто поставил на Скажем так Да Есть специальные функции Да Чтобы их просто не видеть Потому что Да блин Я хочу позвонить И спросить Как дела Потому что Вот Эти там Сейчас эти все Сторис еще пошли Да Да Ну ты вот реально Если ты будешь их просматривать О чем говорить тогда при встрече Да я видел Ты был в музее сегодня Потом ты пошел в этот ресторан А потом ты встретился с этими И с этими И поехал в лес Да Ну что я буду тебе звонить Я все знаю что в твоей жизни Но это как бы Это такая информация странная По три секунды Вот эти они там бегут Эти сторис Это странно очень Это действительно какой-то А потом смотришь так И видишь Да Вот там чужие дети растут Еще там что-то происходит Да Да Вот какие-то такие вещи И это какое-то Суррогатное качество жизни Потом-то и дело Что меня это совершенно не устраивает И многие как бы друзья Наверное видят Что у меня такое желание Общаться лично И может быть даже пугаются Может это немножко даже навязчивое Какое-то желание Но действительно мне хочется Общаться лично Мне хочется чтобы К нам приходили гости Там раз в неделю хотя бы Большая компания Или там выехать в лес Собрать всех Да Ну давайте это в реальности Будем делать В реальности да Потому что ну действительно Как в принципе Как я могу называть Человека другом Если я знаю о нем все Что происходит с ним каждый день Ну последний раз Мы виделись в октябре Ладно в октябре Ну какой это друг Ты можешь все знать про человека С которым ты в принципе Не виделся никогда в жизни Ну тем более В том числе Правда Который живет например во Франции Ты просто на него подписан И ты смотришь в инстаграмчик В этом плане как раз таки Не проблема Потому что в этом плане это окей Это как раз плюсы социальных сетей Что ты можешь поддерживать Какие-то отношения с людьми Там незнакомыми А меня очень сильно волнует Когда друзья переходят Вот из этого Из формата Друг в реальной жизни Когда мы общались Вдруг Он становится другом виртуальной И мы совершенно там Не проводим время вместе Именно в реальной жизни Вот это Это конечно Я считаю что Ну как бы я не знаю Кому-то это окей Мне это не окей лично Поэтому я Мы за реальность Мы в том числе За олдскульные Например бумажные версии Журналов Не только за электронные А бумажные Которые лежат передо мной Есть в любом киоске В Риге Хочу в очередной раз Обратить внимание Дорогие читательницы Наш журнал Называется Люблю Скоро волшебный праздник День Валентина Который Кого-то раздражает Кто-то говорит Господи Какая чушь Вообще Зачем придумали Все эти дурацкие Сердечки Шарики И у меня тоже Во всех соцсетях Идут просто Километрами Рекламы Букетов Ресторанов Вечеринок И так далее Но я всегда думаю Как прекрасно Сказал мой Сегодняшний гость Алла Лобковская Давайте будем добрее Ну есть такой праздник Но Господь с ним Марта дорогая У вас в школке Празднует День Валентины Носят цветочки И сердечки Что-то происходит Цветы у нас и не носят Цветы нет А сердечки А Валентинки Мы делаем Валентинки В форме сердечек Потом их складываем В коробочке специально В кабинете коробочки Есть для одноклассников И есть общая коробка Да Чтобы по всей школе Можно было разносить Другим классом И планируют то что 14 февраля 14 Планируют то что 14 февраля Почта То есть дети Возьмут эти Валентинки И будут разносить По кабинетам Слушай ну как мило Ну мне кажется Я помню у нас в школе Там еще когда это было В 90-х Тоже самое было Валентинки Классно Мне кажется это прекрасно Это чудесно А журнал наш называется Люблю И вот у меня вопрос к вам Дорогие мои гости Алла скажи пожалуйста Кому и когда Ты говорила Это прекрасное слово Люблю Можешь вспомнить Катя Так Ничего Это не страшно Сегодня с утра Не успел сказать Да Вчера говорил Да Конечно Не я говорю много Кстати Вот это я говорила Дорогая Катя Вы счастливая женщина Хоть я вас никогда Еще пока не видела Я вас поздравляю С чудесным мужем Марта Дорогая А когда ты говорила Последний раз Я слово люблю Именно говорила Говорила Может быть ты его и думала Конечно Может быть даже вчера Или сегодня Но вопрос про то Когда говорила Мне кажется Либо вчера Либо позавчера Я маме сказала Дорогая мама Как маму зовут Катя Тоже Дорогая Катя Господи Какой у меня сегодня Прекрасный эфир С чудесными людьми С чудесным настроением Дорогие читатели Говорю Радиослушатели И читатели Журнала Люблю В очередной раз Напоминаю Что В торговом центре Акрополис 7 марта У нас большой Веселый праздник Я вас поздравляю С наступающим днем Валентина Дорогие гости Я вас приглашаю На наш праздник Торговый центр Акрополя 7 марта Все кто нас слышит Я тоже приглашаю На этот праздник И давайте почаще Говорить друг другу Люблю Чудесное слово Любви Не бывает Слишком много Это точно Я вас всех люблю Дорогие радиослушатели Оставайтесь с нами И в следующую среду Тоже